Всем привет! Ребята, первая ссылка в описании на наш новый ютуб канал. На нем уже 17800 подписчиков. Давайте, если сегодня будет 19 тысяч, я сегодня провожу всем стрим в 19.00 по Москве без проблем. Короче, разговорное видео. Марьяна, Дудь, ТД и ТП, синдром Асбергера, господи помилуй. Давайте посмотрим, что Ваня тут нам расскажет. Хай-хай, с вами Вангай. В этом видео я хочу ответить на вопросы, волнующие многих. Насчет Марьяны. Она говорит, что я ее бил, и мы дрались, но это не так. Физически я ее не бил, но мог наговорить всяких грубостей, чем обидел сильно ментально. Марьяна, прости, ты очень крутая девочка, и у тебя... Ага, ну понятно, значит, Марьяна нам врала. Не, ну в принципе, здесь весь ютуб построен на лжи, в принципе. Знаете, вот, в какой-то степени, потому что чаще всего, когда я что-то смотрю в соло на ютубе, ну, не на ролик, я чувствую то, что много где люди врут, поэтому как бы тут... Тут даже в инстаграме, вон, когда Марьяна, оказывается, наврала про Ивангая. Хотя я даже не поверил бы, то, что Ивангай мог ударить Марьяну. Это просто для меня, в принципе, верх... Кстати, а я не понимаю, а почему у меня не видно... Понятно, хорошо, это я обожаю так ютуб. Тебя, надеюсь, будет все хорошо, ты... А еще я обожаю, что это говно, собачка. Просто волнующий. У меня даже не грузит. Как многих. Насчет Марьяны. Она говорит, что я ее... Это мы видели. ...чем обидел сильно ментально. Марьяна, прости, ты очень крутая девочка, и у тебя, надеюсь, будет все хорошо. Ты не заслуживаешь того хейта, который вокруг тебя. Наркотики. Наркотики зло раз и навсегда. То, что дает тебе эмоциональный подъем, должно в итоге тебя опустить. Люди с зависимостью навечно застроят в этом цикле взлетов и падений. Здоровые люди... Вообще-то зло, никогда не пробуйте ничего это-это, ведите, как я здоровый образ жизни. Ну ладно, энергетики я иногда пью, но все равно. Все равно здоровый образ жизни ведите. И энергетики не пейте. ...получают эмоции от социума, интеллектуальных и физических активностей. Вижу, как в комментах часто пишут, что я странно себя веду. У меня синдром Аспергера, если что. Это расстройство аутистического спектра, такое же, как... Что, простите? Я... Нет, я, конечно, ничего не знаю об этом, но очень интересно узнать, что Ваня сейчас расскажет. ...иона Маска, Греты Тунберг. Из-за него мне сложно вести себя непринужденно на публике. И вы стали это замечать, потому что я все чаще появляюсь в видео без монтажа, в интервью, на стримах. Но бороться с симптомами этого синдрома мне помогают грибы. С грибами другая тема. Грибы это медицинское растение, которое использовалось тысячелетиями нашими предками. Мои странные твиты про Россию... Нет, конечно... Не, а, он имеет в виду, ну, типа, медицинский, который? Ну, тогда ладно, без проблем. То я уж и спереживался, что он прям... Ну, как бы здесь прям и сказал, что он юзает. Вот, поэтому... Не-не, тогда ладно, нормально. А то я уж сам и спереживался просто. А сейчас... Ой, а вот мне интересно, а с чего это он решил резко так все рассказать, измениться, удалить все... О, прикиньте, загрузилось. Удалил все твиты. Ну, да, вот. Это очень странно и очень интересно, на самом деле, понять, почему так произошло. Что-то поменяло его или что-то... Или он решил как-то... Я не знаю, ну, наверное, он... Но я не понимаю, что такого произошло, реально. Ну, надо же смотреть скептически на это и разбирать все по факту. То есть, он писал то, сё, и он реально в этом... Об этом думал. Потом он сказал Дудзю, давай-ка, вот, чувак, выкладывай... Вот этот вот отрывок из видео, да. Потом все начали говорить, что лучше бы он не выкладывал, потому что Ваня здесь совсем... Вот такое вот. Ну, то есть, не знает то, о чем говорит. Вот. И все говорили, что Дудь, наоборот, себе дурачок прикрыл. Чтобы, ну, типа, не показывать этот отрывок. Но он показал, и вот так вот все получилось. И я немножечко не понимаю, типа... Он резко так, это, как бы, перед Марьяной извинился. Еще перед Дудем, скорее всего, извиниться, да? Да-да-да. Ну, ладно. Очень, очень интересно понять, что здесь вообще происходит. Меня волнующие вопросы. Почему я говорю на русском, а не на украинском, являясь патриотом своей страны? Не дивлячись на твоей страны. Не дивлячись на те, что я підтримую розвиток украиномовного контенту, российская мова мене зручніше для моей идеальности. Мы повинні будувати здорові відносини між нашими країнами. И российская мова є для того гарним інструментом. Кому, як на поколінню інтернета, це відомо. Но я категорически против того... Я ничего не понял. ...что русский язык используется, как предлог для вторжения и оккупации чужих территорий. Мои планы на будущее. За три года моего отсутствия я научился писать музыку и делать видеоигры. Но я сейчас решил делать весёлый развлекательный контент. И реалии Ютуба изменились и требуют больших сил и финансовых вложений. Большой респект ребятам, которые преуспевают в этом. Например, Влад А4 делает всё очень качественно. Очень качественно. Организация его роликов на высшем уровне, и мне есть чему у него поучиться. Да и музыкой хотел бы заниматься и дальше. Кстати... Ну, он хотел обогнать Влад А4, да? Ну, я уже по логике понимаю, что он его никогда не обгонит, честно говоря. Не, ну я смотрю на реалии, вот. Что я сейчас вижу своими зенками, своими глазами. Я понимаю, что... За неделю... Ну, это не тот актив, конечно, который был раньше. Конечно, конечно. Ну, я как бы не на чьей стороне, поэтому я не буду говорить там, типа, давай это и это. Как пойдёт, так пойдёт, понятное дело. А первая ссылка в описании на канал Manich. Давайте 20 тысяч подписчиков за сегодня сделаем. Ой, 19 тысяч, то я проведу сегодня стрим. А так там будет выходить Майнкрафт с монтажом. Кстати, мне очень нравится то, что делает Алишер Моргенштерн. У него звук на высоте, флоу заседает в голове. Знаете? Я скажу, так. Послушал я молодого Платона два дня назад. Я так реакцию не выложил, я думаю, сегодня я её выложу после третьего видео. Оно без уведомления придёт. Ждите реакцию в 20.00. В 20.00... Даже нет, пораньше, наверное, выложу. В 19.00. Если сегодня 20 тысяч подписчиков на новом канале... Ой, 19 тысяч подписчиков не будет, то я... Да нет, в любом случае, я и стрим сделаю, и выложу молодого Платона. Ещё я послушал альбом молодого Платона, это что-то с чем-то. Чувак просто разрывает все реалии для меня. Этого... Этой музыки. Потому что то, что я услышал, я был в шоке. Это казус в моей башке. Потому что то, как он... Послушайте, короче, новый альбом Платона, поймёте. Но я боюсь неспособен на эпатаж, как делает он, поэтому рэп это точно не моё. А вот... Ну, конечно, он не может себя так вести, как Али Шер. Музыка по типу... Я, я бы тоже не смог. Слава Мерлоу мне ближе. Он поёт душераздирающие песни, казалось бы, из простых слов. Поэтому респект ему и надеюсь на совместную коллаборацию. Насчёт коллаборации. Я слежу ещё за Юрой Фростом, настоящий новгородский богатырь. Я бы с ним что-нибудь снял. Но для этого надо полететь в РФ. И я бы вообще хотел полетать по... И я бы вообще хотел полетать по России, как турист. Но, к сожалению, между нашими странами... Фрост, Фрост, я его же помню. Опа, молодой человек, заявочка, берём тебя на карандаш. Украина и Россия есть конфликт, и мне есть чего опасаться, находясь там. Ваня, давай со мной совместную реакцию, разок забабахаем. Посмотрим, какой актив будет в меня хоть раз в жизни. Ребята из России чаще всего не могут попасть в Украину. Их просто разворачивают на границе. Я считаю, что наши народы должны дружить и сотрудничать. Может покажется смешным, но я даже надеюсь на прямые рейсы Киев, Питер, Днепр, Москва. Мойкон. Да я, честно говоря, не знаю, что там у нас с Украиной. Это же не наши проблемы, правильно? Это вот там вот всё происходит. А народы, я думаю, что мы русские, что украинцы, мы хорошо все лазим. Что здесь такого? У меня вон на стримах украинцы донатят, помогают на кондиционер собрать. Я так на него и не собрал. И спасибо вам огромное, ребята. Вы очень помогли. Больше, чем наши русские ребята, я скажу. Поэтому в 19-м лет у нас стрим, если тебе будет 19 тысяч подписчиков на новом канале. Меня, кстати, смотрит 40% Украины, если я не ошибаюсь. 60% русских и 40% Украины. О, папа звонит, секундочку, пожалуйста. Всё, я тут, продолжаем. Я уже забыл про свою мысль, поэтому, в принципе, неудивительно. Настя, мы с тобой? А, понятно. Мой конфликт с Юрой Дудем. Это вовсе не конфликт, а попытка привлечь внимание к Украино-Российской войне, жертвами которой стало более 13 тысяч украинцев. И жертвы со стороны России умалчиваются. Юра, я тебя уважаю и слежу за тем, что ты делаешь. Но мы лишь информационные воины. Мы лишь информационные воины. И пока другие ставят на кон свои жизни, мы жертвуем лишь репутацией. А, вот оно что. На этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всё такое. Всем бай-бай. Слышь, пацан. А я буду готовить топ-контент для вас. На самом деле, было очень интересно узнать, когда Ваня говорит, я буду делать для вас взрослый контент, ждите. И было, на самом деле, прикольно посмотреть, где он делал, где он вместе... Где злой-то, я не могу... А, вот, бравлил либо наказание. Ваня, ну это же не взрослый контент. Нет, ну было реально забавно. Ну, типа, я такой вспоминаю, Ваня говорит, ждите, взрослый контент буду делать для вас. Тут выходит видосик со злым. Иван Гай и злой. И Бравл Старс. Я такой думаю, да, взрослый контент, ребята. Вот это да. Это реально было смешно. Искренний, да. Здесь он искренне вроде как себя вёл, без лишней воды что-то всё рассказал. Всё как надо. По фактам и так далее. Извиниться и признать неправоту, это успех сильных. Конечно, он признает правоту. Ну, ребят, ну вы чего? Столько хейта, когда на Ваню вылилось, ещё бы он не признал правоту. Потому что он же понял, что если бы на него, его не хейтили за его твиты, за то, что он обосрал Дудя, за то, что... Да, в принципе, вот эта вся основная фигня, то тогда бы он никогда бы это не признал. Вы же сами это по логике понимаете. То есть мы же ре... Давайте будем реалистами. То есть по факту так оно и есть. Если бы его за жопу не поймали, он бы за это не извинился. И не начал бы думать над собой. Вот. Сейчас он подумал, когда его все засрали. Очень серьёзно, кстати, засрали. Что я читал посты с ним, все говорят, уберите его нахер отсюда. Засирайте ВК им. Ну ладно, там, в принципе, про всех так говорят. Но сейчас Ваня просто понял, что зря, зря он так сделал. Да, зря. Что его теперь хейтят, его теперь очень сильно унижают. Вот. И Вань, ты правильно сделал, что подумал над собой, так больше не делай. Будет тебе уроком. Поэтому, ребята, я могу сказать то, что Ваня молодец, признал правильно. Это как это? Я не знаю. Ну да, молодец. Признал, что он не прав. Вот. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте уведомления. Я рад, что Ваня изменился. С вами был Богдан, спасибо за просмотр. Всем пока!